Дневной разворот в Кире В гостях у нас Елена Чеснокова, глава департамента социального развития Кировской области. Елена Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Насколько я понимаю, кировские власти официально заявили о введении дополнительной выплаты семьям, в которых после 1 июля этого года по 31 декабря 2014 года будет рожден третий и последующий ребенок, либо будет усыновлен. Да. Какой это размер? Можно ли поподробнее об этом? Такой закон был принят 28 июня на заседании законодательного собрания. Согласно этому закону, теперь уже закону, материнский капитал будет предоставляться семьям, имеющим многодетным семьям, которые рождены с 1 июля 2012 года. И если в этой семье трое детей, рожден третий ребенок, то материнский капитал будет составлять 75 тысяч рублей. Если третий ребенок. Если третий ребенок, да. Если в семье рожден четвертый ребенок, вот в этот период с 1 июля 2012 года, тогда материнский капитал составит 125 тысяч рублей. Если семья имеет пятого ребенка, то есть рожден пятый ребенок, тогда материнский капитал составляет 200 тысяч рублей. То есть если в семье уже трое детей, то есть третий ребенок рожден до 1 июля, то семья не подпадает в это? Если до 1 июля, то нет, потому что закон вступает в действие только после его принятия. А принятие состоялось, еще раз повторяю, 28 июня этого года. Интересно, на что можно потратить эти деньги? Эти деньги можно потратить на любые нужды, которые есть у семьи. То есть этот материнский капитал, он не носит целевого характера на обучение, на лечение, я не знаю, на поездку, может быть, на отдых. То есть семья сама определяет, на что она потратит эти полученные деньги. А вообще, в принципе, какие еще есть льгуты? Вот семья многодетная, что получает? С недавнего времени получают земли, да? Еще что? Да, земли может получить семья для строительства жилого дома. Она может получить... Это с мая, да, вроде бы? Это с мая месяца, да. Также, тогда же депутаты рассмотрели законопроект, когда семья может получить лес для строительства дома. Там, значит, определены суммы, простите, объемы, которые может получить семья. И стоимость 300 кубометров по 100 рублей за 1 кубометр. Но эти меры социальной поддержки, они предоставляются на уровне муниципалитетов, то есть районными властями. А то, что идет по линии социальной защиты, я могу перечислить. Сегодня у нас многодетные семьи, в зависимости от дохода семьи, если доход семьи ниже прожиточного минимума, они могут получить следующие меры социальной поддержки. Это ежемесячная денежная выплата на питание детей, обучающихся в школе, в размере 300 рублей. Это компенсация на проезд в городском транспорте, в общественном городском транспорте. Это 300 рублей на каждого ребенка, который обучается в общеобразовательном учреждении. Кроме того, существует ежегодная денежная выплата на приобретение школьной формы в размере 2 тысяч рублей. Тоже на каждого ребенка, который обучается в школе. Кроме того, семья получает компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% в виде ежемесячной выплаты. А если семья проживает в доме с печным отоплением, тогда предусмотрена ежегодная денежная выплата на приобретение печного топлива в размере 1000 рублей. С 2012 года введена новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Это единовременная компенсация расходов на приобретение приборов учета. Мы сейчас все обязаны поставить в своих домах. Поэтому для многодетных семей такая поддержка была определена. Деньги выделены из бюджета области. Звучит эта мера так, что любая семья многодетная может получить 50% компенсацию на установку приборов учета, но сумма не должна превышать 2 тысяч рублей. В зависимости, вернее наоборот, вне зависимости от дохода семьи, еще из областного бюджета предусмотрены меры поддержки многодетной семьи. Это такие, как ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком и последующими детьми в размере 1000 рублей до достижения ребенком возраста одного года. И вот у нас достаточно большое количество семей получает этот вид пособия. Кроме того, сейчас 2251 семья уже получила этот вид пособия. Она тоже установлена с 1 января 2011 года. Год мы отработали уже по этому пособию. Ну и сейчас мы говорим о том, что вот новая мера социальной поддержки, региональный материнский капитал, о котором мы с вами уже говорили. Слышала я также о том, что увеличены пособия, которые выплачиваются на содержание приемных детей. Намного ли повысили? На уровень инфляции повышены эти пособия, но там индексация происходит каждый год. То есть не какое-то глобальное? Нет, 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 это просто индексация ежегодная. И еще 14 тысяч рублей выплачивает дополнительно кировской власти и ввели единовременно пособия для малоимущих семей. Это что такое? Это тоже новый закон, который был принят 28 июня. Значит, суть этого закона в том, что если многодетная семья имеет доход ниже величины прожиточного, простите, среднедушевого дохода по Кировской области на семью, а он у нас составляет где-то порядка 3980 рублей, вот такая семья будет получать ежемесячное пособие на ребенка в размере прожиточного минимума. Это 5700, 5800 в зависимости от того, какой прожиточный минимум у нас устанавливается, при условии, что если среднедушевой доход семьи составляет 14 тысяч рублей. Почему взяли эту сумму 14 тысяч? Потому что уровень среднедушевого дохода семьи, он меняется в течение года и зависит от прожиточного минимума, который устанавливает правительство Кировской области. То есть тут чисто аналитика и расчеты. Среднюю цифру взяли, если доход 14 тысяч, и дальше эти семьи будут получать, соответственно, компенсацию. Ну, льгот достаточно много, а многодетных семей много ли у нас? У нас достаточно много многодетных семей. Вот по данным на 1 мая этого года, 5725 многодетных семей у нас в области, в них воспитывается 18 705 детей. В Кирове проживает сейчас у нас 961 семья, где 3041 ребёнок. Да, вот эти вот нововведения 75, 125, ну, соответственно, это же будет из областного бюджета. Да, это средства областного бюджета. Это не сильно по бюджету у нас ударит, нет? Ну, я думаю, что это необходимая мера. У нас бюджет областной, он и так большую часть средств направляет на меры социальной поддержки не только в нашей сфере, но и в образовании, в здравоохранении. Самая большая часть бюджета, она направлена вот именно на социальные расходы. Это порядка 9 с лишним миллиардов рублей. А мы, в свою очередь... Мы дозвонились до Надежды, это многодетная мама, она сейчас у нас на линии, поговорим ещё с ней. Надежда, добрый день. Добрый день. Да, у нас в гостях Елена Чеснокова, глава департамента социального развития Кировской области. И только что мы услышали такой достаточно большой список различных льгот для многодетных семей. У вас сколько детей? У меня трое детей. Трое детей, то есть вы подпадаете под категорию многодетной мамы. Всеми ли этими льготами вы пользуетесь и достаточно ли этих денег? Ну, не всеми льготами пользуемся, конечно, потому что семья многодетная, но не малоимущая. Большинство льгот для малоимущих многодетных семей, а просто многодетные семьи практически без льгот остаются. Да, но какие у вас льготы? У нас практически никаких льгот нет. А у многодетных малоимущих семей есть льготы, там, 500 рублей за, по-моему, 175 рублей, но если на троих детей, это где-то около 500 рублей. Это детские в месяц, а тысячу на третьего ребенка мы получаем, это для всех семей. И льготы вот 2,5 тысячи на садик от полутора до... для тех родителей, которые... дети, которых не посещают детский сад от полутора до трех лет. Надежда, но у вас дети посещают детский сад? Нет, у меня еще дети маленькие, и детский сад они еще не посещают. Вы сейчас об этом задумываетесь, я так понимаю. Да, задумываемся, конечно. На детский садик заявление подали. Сказали, что детских садов, конечно, нет. И хоть мы льготная категория, но до трех лет нам детского садика не видать. И 2,5 тысячи на ребенка, тем более у меня двое детей, у меня близнецы маленькие, 2,5 тысячи на ребенка, это, конечно, очень немного. Сейчас я вот слышала, что закон выходит о том, чтобы на третьего ребенка платить прожиточный минимум, но он почему-то будет касаться только тех детей, которые родились 1 января 2013 года. Но когда закон вступит в силу, и дети, рожденные с 1 января 2013 года, то есть они будут этой льготой пользоваться только по достижениям полутора лет, с полутора до трех лет, по-моему. То есть еще нужно будет подождать? Да, верно, нет. Да, значит, это будут дети, рожденные, как и сказала Надежда, через 6 месяцев после рождения ребенка вот эту льготу они могут получить. Ну как-то так вот получается, что у нас такое ощущение, как будто бы власти опомнили все, и нужно помогать многодетным семьям. Вот ребенок родился там вот с такого-то числа, а ведь до этого тоже детишки рождались, и семьи многодетные есть, вот предположим, и Надежда, да? До этого были предусмотрены те меры, о которых я говорила, пусть они и небольшие, но они предоставлялись многодетным семьям. Конечно, государство стремится в первую очередь помогать семьям, где низкий доход. Но до этого, можно я отметила, до этого как бы эти меры были, но мест в детских садах было больше. И процент вероятности, то, что ты попадешь в детский сад, когда ты стоишь на льготной очереди, был более высокий. Сейчас вот все дети, которые до трех лет, вот скажем, у меня вот первого как раз, ну там в январе 2013 года, детям будет полтора года. И все выплаты, которые я сейчас получала, так называемые декретные, их не будет. Вот. И до трех лет на садик не возьмут, а дети-то все равно остаются. И может быть, это наше законодательное собрание все-таки пересмотрит этот вопрос в положительную сторону тем детям, которые сейчас вот имеются, которые тоже до трех лет. И многих многодетных семей, я тоже знаю, у них дети там, скажем, вот три года им исполняется в марте 2013 года. Ну как-то, мне кажется, немножко не по-честному получается в отношении тех детей, которые вот сейчас уже рождены, и они не получат места в детском саду. Вас больше интересует вопрос по обеспечению ваших детей, по устройству ваших детей в детский садик. Да, Надежда, я слышу вас. Ситуация здесь вот каким образом складывается. Департамент социального развития не занимается устройством детей в детские сады. Это полномочия департамента образования. И, насколько я знаю, на сегодняшний день проблема устройства детишек в детский сад, она стоит очень остро по всей области. И значительные меры правительством предпринимаются и по строительству детских садиков, и по возвращению и реконструкции тех садов, которые раньше были изъяты из ведения департамента образования. Я, конечно, не могу со стопроцентной уверенностью говорить, что вот вам так категорически заявили. Нет, до трех лет ваши дети не будут устроены. Знаю, что очередь движется, она живая, подвижная, так что, наверное, какая-то надежда есть. И просто могу порекомендовать вам для решения вашего вопроса обратиться в департамент образования, либо в городскую администрацию, которая как раз ведет реестр очередников. Да, но сегодня мы говорим не про детские сада и не про места в детских садах, но это все очень взаимосвязано, потому что когда мама сидит дома в декрете, не может пойти работать, конечно, это сильно ударяет по кошельку. Да, я бы хотел тогда в связи с этим просто задать один вопрос. Надежда, вы с нами еще? Да, конечно. Вот те льготы, которые вы имеете, которыми вы пользуетесь или которыми не пользуетесь, как вы считаете, но общаетесь все равно тоже, наверное, с другими матерями, они вам важнее, чем, не знаю, к примеру, тоже какое-то социальное устройство для детей, и для вас в частности, имеется в виду вот эти же самые детские сады, школы, больницы. То есть что, на ваш взгляд, нужно было бы в преимуществе делать? Давать какие-то льготы, как, ну, знаете, по моему мнению, это что-то вроде такого откупа от родителей, что мы вроде вам дали деньги, вы успокойтесь. Да, ну, льготы, безусловно, важны, тем более сейчас все мы понимаем, что для нашего бюджета выгоднее, конечно, матерям дать такой откуп, чем построить новый детский садик, к примеру, да, вот, конечно, они помогают, безусловно, и материнский капитал, и то, что ввелись вот сейчас региональный материнский капитал, конечно, суммы, ну, скажем, небольшие, немаленькие, но для нашей области и для наших родителей это, ну, немаловажно, естественно, эти льготы. Ну, так или иначе, это мера такая половинчатая получается? Ну, да, половинчатая, но мне кажется, вот сейчас в данной ситуации, сложившейся, как бы, у нас ситуации в городе Кирове конкретно и в области, в общем-то, у нас наше правительство и департаменты стараются. Я бы не сказала, что нас, про нас совсем забыли и не занимаются нами. Может быть, это то, что указ свыше, там, президента, или вот приоритетное, какие-то вот направления, что вот дети, многодетные семьи. Единственное, конечно, что это идет все так очень трудно, тяжело, и наше правительство и законодательное собрание все равно как-то ужимают весь этот бюджет, но вот региональный материнский капитал, я думаю, что для наших родителей будет... Надежда, спасибо вам большое за комментарий ваш. Надежда, многодетная мама была с нами на связи. Ну, конечно, половинчатое мнение меры, потому что мы же говорили про детские сады, и сколько там стоит, чтобы отдать ребенка в частный детский садик, либо няню себе нанять. Пока я с этим, слава богу, не столкнулась. Я тоже не столкнулась, но я помню, где-то около 10 тысяч, и говорили же об этом, если нет места в детский сад, ну, платите 10 тысяч семье, чтобы она могла как-то отдать в частный детский садик, но это, естественно, никто не будет делать. 8-909-720-101-0, сегодня я буду, наверное, озвучивать телефон. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, да, иначе считать мы сообщения не будем. И номер для ваших звонков — это прямой эфир 708-502. Слушатели, как вы думаете, достаточны ли те меры, которые сейчас предоставляются для многодетных семей, для родителей, либо вы думаете, что недостаточно, нужно еще что-то? Может быть, кого-то, кто-то думает, что это, в принципе, вообще оскорбительно, те суммы, которые получают они на детей. Пожалуйста, звоните, ваше мнение нам интересно. Также мы сейчас попытаемся дозвониться еще, заговорили мы про законодательное собрание, да, до Станислава Куршакова, поинтересуемся еще и у него по поводу социальных мер и выплат. Да, это депутат законодательного собрания, я уточню. Да, именно так. Елена Борисовна, как можете еще прокомментировать, вот звонок Надежды. Много таких мам, которые много говорят и про детский сад, да, но мы сегодня больше про финансовую поддержку, но все равно это очень взаимосвязано. Ну, во-первых, спасибо Надежде, что она все-таки оценила те усилия, которые предпринимает правительство Кировской области по поддержке этих детей. Я просто повторюсь, действительно, садики – это очень больная проблема, это очень больная тема. Но то, что говорила Надежда, и вот вы обсуждали в студии, насколько эффективно применение этого материнского капитала, я, когда встречаюсь с людьми, разговариваю, я всегда говорю, мы должны понимать, что это не способ решить проблему семьи, а это именно поддержка на самом трудном этапе, когда ребенок находится в состоянии там от нуля до трех лет, школьный возраст, и когда семья планирует завести одного, второго, третьего ребенка, в первую очередь они должны рассчитывать свои силы, ведь в любом случае ребенок воспитывается, содержится семьей. Если семья не в состоянии попала в ту или иную трудную ситуацию, тогда да, тогда включаются меры поддержки государства. Но никогда ни одно государство не подменит обязанность семьи воспитывать и содержать своего ребенка. Ну вот мы, собственно, и звонили до Станислава Куршакова, депутата Законодательного собрания Кировской области, члена комитета по социальным вопросам. Станислав, добрый день. Да, здравствуйте. Да, насколько я знаю, вы многодетный отец. Верно все? Нет. Нет? Неправильной информации. Нет? У меня есть сын, да, у меня сегодня день рождения, год и восемь нам исполнилось. О, прекрасно. С днем рождения сына вас поздравляем. Да, вот вы какими-то льготами сам пользуетесь? Нет, никакими льготами я не пользуюсь. Единственное, вот недавно мы встали очередь на детский сад и, соответственно, оформленный документ на пособие. Вот будем получать ежемесячно, по-моему, там 2,5 тысячи, минус налоги. Вот, это пока не ходим в детский садик, разумеется. Понятно. Говорим мы сегодня о нововведении, то, что сейчас многодетные семьи, третий ребенок, четвертый и последующий, которые родились после 1 июля, получат, соответственно, либо 75 тысяч, 125 или 200 тысяч. К этому нововведению как вы относитесь? И как к этому отнеслись ваши коллеги? Может, вы сами как-то простимулируетесь посредством этого решения? Я, безусловно, к этому, во-первых, отношусь очень положительно, потому что я вот слышал эфир, да, то есть на первоначальном этапе очень нужны деньги, очень нужна помощь. Вот, поэтому вот этот наш региональный материнский капитал, вот он, честно, как бы без всяких, будет очень полезен. Отношусь я к нему очень положительно, вот, голосовал за. А коллеги ваши как, тоже за? Да, ну, то есть все равно, если у нас бюджет не резиновый, а тут сколько? Были же, наверное, мнение, что нет, не нужно. Нет, вот я, насколько помню, все у нас голосовали единогласно за. Вот, то есть и те, кто поддержался, и против, насколько понимаю, не было. Но закон хороший поддержали все. Да, Станислав, ну вот, а лично для вас, как вот, по-вашему, вот, именно вас этот закон, к примеру, сподвигнет, да, к тому, чтобы, вот, к примеру... Еще двоих. Еще двоих, троих, может быть, даже. Вы знаете, я бы... Да, и нужно уложиться в срок обязательно, то есть 1 июля этого года по 31 декабря 2014, то есть надо поспешить. Нет, я в любом случае, если у нас, не знаю, второй или третий ребенок, это, безусловно, будет сделано не из-за денег, а потому, что, как бы, в детях продолжение нашей жизни. Как вы думаете? Нет, я почему спрашиваю, да, ну, просто, что вот, все равно же каждый человек судит сам по себе. Вот, к примеру, спрашивать вас, а, там, не знаю, за других, там, за тысячу, за, там, три тысячи человек бесполезно. Вот я почему спрашиваю вас напрямую. То есть, посредством вашего мнения, может быть, озвучите мнение других людей. Для меня, безусловно, и федеральный, значит, материнский капитал наш региональный, разумеется, будет, ну, как бы, пусть не самым большим, но все-таки неким мотивирующим фактором. Все-таки, да, это же тоже проблема демографии. Это, может быть, такая, ну, корыстная цель, да, получить деньги, дай-ка я еще ребенка рожу. Как думаете, будет такое? Я, по крайней мере, буду четко понимать, если у меня будет второй ребенок, например, да, ну, там, не знаю, потом третий, то есть, по крайней мере, у меня будут деньги, там, условно говоря, на, там, еще одну кроватку, значит, на новую коляску, на какую-то надежду, на памперсы, там, и так далее, и так далее. То есть, я не буду, там, скажем, отрывать деньги от семейного бюджета, которые сейчас, там, не знаю, тратятся на другие цели. По крайней мере, я буду понимать, что помощь у меня будет. И это будет, ну, как бы, серьезный такой мотивирующий фактор, конечно. Да, можете назвать еще какие-нибудь меры, которые в планах, может быть, принять? Ну, то есть, сейчас приняли вот эту, вот эту поддержку, да, на ближайшее будущее. Может быть, что-то уже обсуждается, нет? Нет, пока не обсуждается. Пока этого. Пока хватит. Пока этого достаточно. Станислав, спасибо вам большое за ваши комментарии. Станислав Куршаков, депутат Законодательного собрания Кировской области, член Комитета по социальным вопросам Елены Чеснокова, глава Департамента социального развития Кировской области у нас в студии. Наш номер по-прежнему 708-502. Звоните, пожалуйста, к нам. Если особенно вы многодетная мама или многодетный папа, эти... Или многодетный ребенок. Многоодетный ребенок. То есть, если вы из многодетной семьи, почему бы нет? Как вы оцениваете эти нововведения? Мне, пожалуйста, интересно ваше мнение. Звоните к нам. Ну, а мы сейчас быстро сходим на рекламу. Эй, 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 куда? Реклама. Хочешь жить красиво? Приходи в Янтарный дом. Бревенчатые дома для эконом-класса и дома из золота для Викперсон. Эксклюзивные элементы интерьера и экстерьера. Компания Янтарный дом. 210-567. Тайский массаж в Чайклове на Рима-Юровской, 7. Качество, проверенное опытом. Телефон 509-11. Звоните сейчас. Здоровый бизнес строится на разумной экономии. Компания «Титан» предлагает системы мониторинга и контроля транспорта от 5000 рублей. Качество зарубежных брендов с годовой гарантией. «Титан». Начинайте экономить уже сейчас. 43-16-30. Привет, друзья! Хотите узнать, как мы делаем информацию общедоступной? Друзьям по переписке мы отвечаем онлайн на сайте, Ваське, Скайпе и социальных сетях. Для телефонных друзей мы сделали ответ вне очереди. 11 секунд, и вы задаете вопрос. Народный телефон. Если хотите знать. Здоровая еда? Что это? Это продукция, которую хочется покупать снова и снова. Потому что она вкусная и полезная. Потому что вся семья довольна и радуется жизни. Потому что здоровье – бесценный дар, который нужно поддерживать. Мясо-перерабатывающий завод «Абсолют». Думаешь о здоровье? Выбирай ГОСТовскую. Телефон рекламной службы 70 80 90. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. В гостях у нас Елена Чеснокова, глава департамента социального развития Кировской области. И говорим мы сегодня о том, что появился региональный материнский капитал. И интересует нас, улучшит ли он демографическую ситуацию. Слушатели, ваше мнение, 708-502. И, Елена Борисовна, хочу я у вас поинтересоваться. Ну, то есть, достаточно много льгот. Я думаю, что, наверное, не все родители вообще и в курсе, что они существуют. Для этого информационная работа проводится. И мы здесь сидим. Сейчас, давайте так прям поподробнее. Рождается третий ребенок вот сейчас. Что получает семья? Ну, то есть, вот эту вот поддержку. Федеральный материнский капитал, да? Сколько он там напомнит? Так, я вот сейчас вам цифру точно не скажу, потому что она идет по линии пенсионного фонда. Мы просто не отслеживаем это. Это надо будет уточнять там. Ну, там порядка нескольких сот тысяч рублей. Да, да, да. Ну, там только целевое направление, да? Там можно только на конкретные вещи потратить. Три основных позиции, по которым может использоваться этот капитал материнский, который выплачивается по линии пенсионного фонда. Понятно. Слушатель до нас дозвонился. Алло, здравствуйте. А вы включаете приемник и представляетесь. Вы в прямом эфире. Зовут Сергей, город Кирово-Чайпятск. Я, конечно, не многодетный отец, но у меня дочери 1,9 года. У меня все эти проблемы, которые изучены, очень, как сказать, близки. Так как проблема, конечно, с садиками у нас понятная, да. То есть мы сейчас стоим в очереди на платную группу. То есть это как бы очередь. И то, причем, чтобы попасть в эту, как сказать, не очередь, а хотя бы попасть в эту группу, мне пришлось применить некоторые знакомые связи там. Таким образом. И как бы почему-то оплата часовая у нас в садиках, как бы я бы, объявлено, это 50 рублей в час. Минимум ребенок должен находиться в садике, это 8 часов. То есть 400 рублей в день. Получается, да, те же 10 тысяч рублей, как бы. То есть, как бы, вот компенсация, да, по-моему, для города Кирово, матери по уходу за ребенком, 2,5 тысячи, да. Почему-то Кирово-Чепецк у нас не попадает в этот, как сказать, в эту область. Почему так, ну, непонятно, как бы. То ли наши... То есть в Кирово-Чепецке нет никаких таких компенсаций? Да, у нас никаких, то есть это только, по-моему, сугубо по Киру или там, может, где-то в регионе, там, что-то есть. Но Кирово-Чепецк почему-то не попадает. У меня сегодня супруга сидит, и, я так понимаю, получается, 50 рублей в месяц, да, детское пособие у нас. Очень приятно. То есть, как бы, сейчас один работаю и так далее. Как так, не знаю. 2,5 тысячи, как это пособие называется? Это компенсация за устройство ребенка в детский сад. Я думаю, что надо с вопросом Сергею обратиться в администрацию города Кирово-Чепецка, и там ему ситуацию пояснят. По-моему, люди там уже, то есть, знакомые обращались, и у нас нет такой компенсации с Кирово-Чепецком. Нет, вы обратитесь... Может быть, не может. Вы обратитесь сами, чтобы уж вам лично сказали, а не через знакомых. Это, знаете, как бывает, там тот сказал, этот сказал, на самом деле все не так. Да, по-всякому бывает. Да, и все-таки я хочу еще вам задать вопрос. Мы все-таки не про детские садики сегодня разговариваем, но об этом у нас, я думаю, передачи еще будут. Вас как-то простимулирует, может быть, улучшение демографической политики, ну, вот этой политики, да, ситуации в государстве, чтобы вы, к примеру, родили еще детей. И вот эти вот выплаты, суммы и так далее. То есть, у вас один ребенок, вам нужно поспеть, тут родить еще двоих и получить компенсацию. Да, поспеть, не поспеть, но вот для вас, как это лично скажется, как-то на вашем желании еще заиметь детей? Это желание, конечно, возникает не ищица финансовые. Да, я понимаю, но вот я и говорю. Это будет, конечно, приятный материнский капитал и потом, как, по-моему, сейчас в эфире озвучивался региональный, да, по-моему, я вспомнил сначала. Да, 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 да. Это, конечно, будет большим плюсом, но это не будет основанием. И еще, как бы, вот, ну, с одной стороны, иногда кажется, что вот эти некоторые меры, да, они предпринимаются для показания, возможно, работы, ну, как бы, власти, да, то есть что-то. Но, как бы, если бы, вот, более глобально это рассматривалось, как именно, что там, там, может быть, построение этих же садиков, да, вот это бы было бы именно, что оценка 5. А вот эта компенсация слова, это уже оценка удовлетворительна. Это удовлетворительна, это не 3, это, то есть, из разряда удовлетворительна и неудовлетворительна. Ну, вы в этом мнении не одинокие. Спасибо большое, что позвонили за ваш комментарий. 7902 набирайте и вы, и нас, и не забывайте номер для ваших смс-сообщений 8909 720 101 и 0. Подписывайтесь обязательно, желательно в начале сообщения, иногда смс-ки не доходят, и мы их читать не можем анонимно. А у нас на связи тем временем появилась Наталья, тоже многодетная мать. Наталья, добрый день. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, сколько у вас детей и получаете ли вы какие-то льготы, компенсации и довольны ли вы ими? Вы знаете, у нас трое детей, старшему мальчику 11, потом 5 лет, и вот маленькой девочке недавно исполнилось полтора годика. Дело в том, что у меня нет возможности позволить себе, так скажу, находиться в отпуске по уходу за ребенком, поэтому я работаю. До полутора лет, да, я получала пособие, ну там в размере 40% от должностного оклада, ну где-то у меня выходило по максимуму, 1013. Так как сейчас вот маленькой девочке исполнилось полтора годика, соответственно, я это пособие уже получать не буду. С полутора до трех лет у нас идет пособие 57 рублей. Соответственно, вот для того, чтобы задержать маленького ребенка, государство вот этим меня обеспечило. 57 рублей. Да. Ну это, наверное, в зависимости от того, сколько зарабатывала она в свое время, работающая мама, то есть она не относится к категории малообеспеченных, так я понимаю, Наталья, да? Да, все правильно. У меня есть удостоверение многодетной семьи, но оно не малообеспеченное, вот простая такая бумажечка. То есть сейчас вот вы можете получить на свою многодетную семью земельный участок, там, значит, лес, пособие, да, для строительства дома или решения каких-то своих вопросов. Если у вас возникает трудная ситуация, вы знаете, что есть центры социального обслуживания, куда вы можете обратиться за любой консультационной помощью, да? Ну, это я все знаю. Да, 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 вот. Но растить и воспитывать детей, я уже говорила, в общем-то, это обязанность родителей. Все правильно. Я вот знаю, что тема сегодняшнего оригинального материнского капитала. Вот у меня очень много знакомых, многодетных семей, и вы знаете, вот, не одна из этих семей рожала не потому, что она надеялась на помощь государства, там, на какие-то, вот, опять же, материнский семейный сертификат, вот этот вот, который сейчас, ну, там, около 400 тысяч, на региональный. Поверьте мне, что всегда мы все рассчитывали только на себя. Если же наше, вот, уважаемое правительство готово нам оказывать какую-то помощь, может быть, вот, ее было бы удобнее оказывать не только тем, кто планирует уже, вот, там, детей, но и тем, кто их уже имеет. Ну, да, о чем мы говорили в начале программы. Да, все правильно. А так, на самом деле, из тех, вот, из тех многодетных, кто, мои знакомые, никто не рожал ради денег. Все надеются только на себя. Сами понимаете, что в наше время, вот, я где-то видела, кто-то посчитал, сколько за третьего ребенка получают, там, льгот всяких, там, ну, максимум, там, полтора миллиона. Но никто не посчитал затраты. Затраты не в плане вот этих вот материальных, а даже моральных. Скажите, пожалуйста, младшие дети в садик у вас ходят, да? Нет, маленькая девочка полтора годика в садик еще не ходит. Да, то есть вы нанимаете няню или с кем сидит? Да, вы знаете, была у меня няня, но вот сейчас мама у меня. Вся надежда на маму, больше не на кого. Понятно. Еще вопрос. А Наталья имеет право на земельный участок? Да, вы знаете, это право я имею. Да, конечно, даже многодетная мама, да. Я этим правом воспользовалась. А, то есть вы даже воспользовались. Как сложно вам было это сделать, нет? Знаете, нет. В принципе, ну, опять же, я не считаю, что это заслуга. Это как раз вот когда мы, когда все это начиналось, это только все было в разработке. Но благодаря тому, что мы все вместе, все многодетные объединились, нас как-то услышали. Но опять же, благодаря тому, что мы все именно объединились и как бы вместе заговорили. Наталья, спасибо вам большое за комментарии. Вам всего доброго. До свидания. До свидания, да. Наталья, многодетная мама, была с нами на связи. Слушатели 708-502, наш номер телефона. Времени остается совсем мало, поэтому, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, может быть, к нашей гости, глава Департамента социального развития Кировской области у нас в студии, Елена Борисовна Чеснокова, пожалуйста, звоните. И также номер для СМС-сообщений, Игорь обязательно прочитает, 8-909-720-101-0, пишите, подписывайтесь. Елена Борисовна, вот вы лично, может быть, не как представитель властей, а лично вы как оцениваете все эти меры, которые предоставляются, и, может быть, стоит еще что-то? Лично мое мнение, что эти все пособия, это все хорошо, но, может быть, лучше бы, предположим, государство поддерживало, может быть, одиноких мам или неодиноких на ЭКО. Они тоже получают, одинокие мамы, определенные виды социальной поддержки. Это вот примерно те же, о которых я говорила вам, да? Ну, я именно про ЭКО говорю, потому что до эфира со многими мы говорили, многие хотели бы и поддерживают именно вот это, что если бы государство как-нибудь вот это направление. Я скажу вам, что вот в последнее время, это 2011-2012 год, очень много внимания уделяется улучшению демографической ситуации в целом по России и у нас в Кировской области. Результат есть, хотя не очень любят люди, когда говорят цифрами, но вот у нас, значит, за этот период, за первую половину 2012 года на 4 с небольшим процента выросло количество многодетных семей. То есть все-таки, и сегодня об этом люди говорят, материнский капитал, и те меры, которые существуют, они дают какую-то поддержку, может быть, какое-то понимание того, что все-таки есть поддержка, на которую можно рассчитывать в тех или иных трудных ситуациях. Ну, а сегодня мы говорили о новой мере, да, дополнительно выплаты семьях, семьям, в которых после 1 июля этого года, по 31 декабря 2014 года, будет рожден третий и последующий ребенок, либо будет усыновлен, будет пособие 75, 125 или 200 тысяч рублей. А в студии у нас была Елена Чеснокова, глава департамента социального развития Кировской области. Спасибо, что сегодня к нам пришли. А у нас новости. Да. Добрый день, в эфире новости у микрофона Дарьета Пузлиева. Кировчанин заплатит за свое содержание в тюрьме. В 2011 году он отбывал наказание в колонии номер 3. Исправительное учреждение предоставило ему оплачиваемую работу, однако заключенный от ее выполнения отказался, чем нарушил обязанность, возложенную на него законом, сообщает областная прокуратура. Колония понесла затраты в сумме свыше 4,5 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры и принял решение взыскать средства, потраченные исправительной колонии, на содержание заключенного. Грузовик с водкой перевернулся в Афанасьевском районе. ДТП произошло на трассе Киров-Перь. Автомобиль «Вольво» с питерскими номерами ушел под откост, часть груза разбилась. Водитель фуры сам вызвал наряд ГИБДД, во время аварии он травмировал ногу. Афанасьевская полиция организовала охрану места ДТП, сообщает сайт первоисточник.ру. Тент с водкой останется на трассе, пока не приедет машина владельца груза. Гроза стала причиной четырех пожаров. Вчера от разрядов молний загорелись несколько строений. В Никульчино сгорел дом, крыша, гаража и имущество. В Посегово огонь уничтожил гараж, хлев и трактор. Еще два возгорания произошли в Нововятском и Октябрьском районе. В происшествиях никто не пострадал, и Главное управление МЧС по области просит кировчан соблюдать в грозу меры безопасности. К этому часу все. В студии работала Дарья Топузлиева. Программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев, Дарья Топузлиева уже испытала. Ты с такими новостями пришла, что ли? Да, со стола. Оставайся еще пока с нами. Во-первых, водку там как охраняют, мне вот интересно. Ну, я так понимаю, они цепили место происшествия, чтобы... Не ОМОН, полиция, наверное, уж перестраховали, чтобы местные жители, никто этот груз не украл. Это же был какой-то фильм такой подобный, да, где что-то пеленулось, и они там ходили собирали. Или это мне папа рассказывал, когда-то очень давно. Это в какой-то юмористической передаче какая-то была такая вот ситуация, когда тоже там опрокинулся подобный груз, и там жители города практически все растащили. Ну, шутки шутками, я думаю, но полиция тут решила перестраховаться от подобного. Ну, это действительно история жизни. Вот у нас это, видите, повторяется. А, и еще по поводу грозы. Тут ведь недавно сгорел дом из-за молнии. И вот последняя там фраза по поводу МЧС, она предупреждает жителей соблюдать меры предосторожности, безопасности. Вот какие можно от молнии соблюдать меры? Ну, на самом деле, основные вот меры безопасности, которые МЧС, по крайней мере, каждый вот из года в год они дают, они в основном касаются людей непосредственно. То есть не стоять под деревьями, в грозу не находиться рядом с электрическими приборами различными, а как уберечь дом, на самом деле, я не знаю, и они, по-моему, тоже... Не ставьте дом под деревом. Потому что какие-то грозоотводы есть. Я думаю, в районах, скорее всего, если частный дом, наверное, просто надо отключать дома все электричество, чтобы, не дай бог, там умование не притянуло. Они вот, кстати, плохо знают все эти меры безопасности. Ну, вот я же знал, что ты не знаешь, и поэтому дальше спроси. Спасибо, дорогой. Ну, а мы сейчас прервемся. Следующая тема, в следующем часе у нас будет Кировские музеи начинают работать в нерабочее время, то есть дополнительные часы у них еще появятся, то есть можно будет и после работы успеть сходить в какой-нибудь музей. Вот такая мы, культурная столица, по-моему, поговорим. 708-502, наш номер телефона по-прежнему таков, и это будет прямой эфир. Субтитры сделал DimaTorzok